10 декабря – День защиты прав человека. Ежегодно в этот день уполномоченная по правам человека в Московской области Екатерина Семенова награждает граждан из разных округов Подмосковья за их правозащитную и просветительскую деятельность. В этом году по причине пандемии награждения проходят в онлайн-режиме. На связи все Подмосковье. Екатерина Юрьевна, добрый день. Сергей Фасад на связи. У нас действительно сегодня прекрасное праздничное настроение, звездопад. Награды все здесь, благодарности здесь. И с вашим разрешением мы сейчас их вручим нашим героям, нашим лауреатам. В этом году знаком за защиту прав человека в Московской области награждены многодетная мама Яна Платонова и руководитель Центра социальной поддержки и защиты инвалидов преодоления Елена Брюшинина. Вольга Матвеева и Сергей Жуков получили благодарность уполномоченного по правам человека в Московской области за активную волонтерскую деятельность в штабе «Атмосфера». Яна Платонова – мама пятерых детей, один из которых с инвалидностью. Год назад Яна побывала на приеме уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой. Говорила о проблемах, которые испытывают многодетные семьи и семьи, где воспитывают детей с инвалидностью. Обсуждала вопросы обеспечения лекарственными препаратами, обеспечения технических средств реабилитации. Наши права ущемлены в этом вопросе. Сейчас мы не получаем от государства Дипакина. Дипакина – это жизненно необходимый препарат, который противосудорожную терапию поддерживает. Но мы просто умрем без него. Елена Брюшинина не понаслышке знает, как сложно людям, получившим инвалидность, восстанавливаться и вернуться в общество. Труды терапии, социализации, простое человеческое чувство, что ты кому-то нужен. Эти задачи решает центр Елены Брюшининой. Эта награда для меня была неожиданностью, честно. И вот сейчас я до сих пор еще никак не могу прийти от того, что внимание, то, которое уделили моей работе, и всем тем историям, которые происходят в нашей организации, конечно, это очень приятно. Татьяна Накарякова, представителю полномочного по правам человека в Московской области, отмечает, этот год оказался особенно сложным. В условиях пандемии пришлось много и по-новому работать. Люди объединились, чтобы помогать тем, кому сложно переживать время ограничений. Сегодня в День прав и накануне Дня Конституции хочется поздравить всех жителей с этим большим праздником. Мы живем в правовом государстве и пожелать всем жителям, конечно, здоровья. И о том, чтобы их права никогда не нарушались. Ирина Белякова, Михаил Кирсанов, программа «События». Молодцы. И раз, тричь. Продолжение следует...